В нашем сердце навсегда. В Чувашии вспоминают легендарного летчика-космонавта СССР, генерал-майор авиации, дважды Героя Советского Союза Андрияна Григорьевича Николаева. Сегодня, 5 сентября, ему исполнилось бы 84 года. По традиции, в честь этой даты прошел митинг на родине космонавта номер 3 в селе Шоршилы Маринско-Пасадского района. Поселок Шоршилы, родина космонавта Николаева. Сегодня 84-я годовщина со дня его рождения, и сейчас здесь готовятся большие торжества. Как принято, Сергей? Прекрасно, Мария, принято. Прекрасно. Благодаря радиолюбителям Чувашии о том, что наша республика отмечает день рождения своего знаменитого земляка, узнали в разных точках земного шара. Радиосеанс проходил прямо из мемориального комплекса летчика-космонавта Андрияна Николаева. Каждый год, 5 сентября, сюда, в Шоршилы, приезжают первые лица республики. Летчики-космонавты, кадеты, юные космонавты. Словом, все те, кто любит, уважает и чтит память Андриана Григорьевича. Добрейший душит человек. Он никогда ни на кого не кричал, не ругался. Он просто был и специалист, и специалист в нашей области, да? И человек, который к нам относится поэтически, то есть с заботой. В этом году погода внесла свои коррективы в планы празднования. Торжественную церемонию решили провести не в мемориальном комплексе под открытым небом, как обычно, а в районном Доме культуры. Актовый зал не смог вместить всех желающих. В первых рядах кадеты, школьники и их учителя со всей республики. Дочь Андриана Николаева Елена в своем выступлении обратилась именно к ним. Мой отец, когда был подростком, закончил школу, ушел в Марпасадский район учиться с одной луковицей и картошкой, которую моя бабушка сварила, и завернула просто в тряпочку. И он пешком в лаптях пошел учиться. И он выучился. И видите, каких высот он достиг, кем он стал. Стал известным не только в республике, стране, но и прославился на весь мир. Я вам желаю также покорять высоты. Вместе с мамой в Чувашию приехал и внук космонавта номер три, Андрей Родионов. Девятилетний мальчик, впервые на родине своего легендарного деда. Я его ни разу не видела, я его не помню. Он меня видел всего один раз. Я, если честно, хотела бы стать военным летчиком. Сразу после торжественной части гости направились в часовню, где похоронен звездный сын Чувашии. Еще одна добрая традиция была продолжена сегодня. Две голубые ели посадили в аллее почетных гостей космонавты Василий Циблиев и Владимир Титов. А сразу после этого посетили музей космонавтики и дом-музей, где прошло детство Андрияна Николаева. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Номер три в космосе, но всегда номер один для Чувашии. В Чебоксарах отметили день рождения человека, который видел всю республику, страну и даже планету Земля со стороны. Из иллюминатора Андрияна Николаева. Чтобы прийти с цветами к его памятнику, многие приехали в Чебоксары издалека. Не только полетел в космос сам, но и вознес имя республики на космическую высоту. Так говорят про генерала-майора авиации, дважды герой Советского Союза. Андриан Григорьевич за свою жизнь сделал многое. Вместе со своими ребятами из первого набора отряда космонавтов он прокладывал, собственно говоря, путь для пилотируемой космонавтики. Мы гордимся тем, что у нас была такая земля, как Андриан Григорьевич Николаев. И собрались мы здесь, чтобы воздать дань уважения его памяти. Этот памятник космонавту, который, кстати, первым поработал на орбите без скафандра, поставили к 82-летию Николаева в 2011 году. Цветы у его подножья появляются не только в день рождения Андриана Григорьевича. А значит, Чуваши действительно помнят своего героя.